Прошли дожди, апрель теплеет, всю ночь туманно поутру, весенний воздух точно млеет, и мягкой дымкой осенеет в далеких просеках в бару. Более 30 ребят из нескольких школ города, а также из районов, соревновались между собой в исполнении стихотворений русских поэтов. В основном из уст детей звучали лирические произведения, посвященные красоте родного края и весне. Однако некоторые чтецы решили удивить жюри более серьезными сочинениями классиков. Слышу песни жаворонка, слышу трели соловья, это русская сторона, это родина моя. Как яблоко на блюдце, у нас земля одна, не торопитесь, люди, все исчерпать до дна. Неудобно добраться до скрытых тайников поздравить. Все богатства будущих бегов. Конкурс чтецов проходит в Республиканской детско-юношеской библиотеке имени Сергея Никулина ежегодно, а в этом году посвящен Году экологической культуры и охраны окружающей среды. По словам учредителей, они оценивают не только само прочтение известных произведений, но и актерское мастерство детей и талант. Растут те свалки, гость от года, и по берегам озел и рек, и сокрушается природа, зачем все это, человек? Великолепные простуры, они зовут и манят нас. Тут горы все, как исполины, во мраке ночи, среди дня. С любовью смотрят неизвершенно, со заботой, нежностью любят. Тема экологии была актуальной всегда, особенно в наше время, когда горы бытового мусора окружают большие и малые города. Работники детской библиотеки решили привлечь внимание к этой злободневной проблеме. В 2013 году, вы знаете, да, в России объявлен Годом охраны окружающей среды. Без природы мы просто ничего, без воздуха, без речек, без гор, вы это все прекрасно знаете. Вниманию жюри и гостей были представлены и авторские стихотворения, которые юные поэты сами же сочинили и сами же декламировали. Стихотворение у меня создается, когда я смотрю на природу, вижу, оно само по себе создается, приходит на ум слова и получается стихотворение. Вот оно вот, не специально я его придумала, я его уже давно-давно придумала, сегодня рассказала. В четырех возрастных категориях были определены призеры и победители конкурса, которыми стали Оля Терещенко из села Уруб, Елизавета Дедова из Усть-Жигуты, Рината Тарова из Станицы Прекрадной. Оксана Качкарова, Андрей Дорошенко. Итоги недели. Продолжение следует...